Прошло 11 дней после всего этого ужаса. На календаре было 2 июля. Калет была жива и здорова благодаря Байрону. Ведь в тот день Эдгар пронзил ей плечо, а не сердце. Байрон также смог вернуть прежнего Спраута. Рико также стал добрым, но остался в образе Светлячка. Хотя это не важно. Главное, что они такие же, как раньше. В сувенирном магазине Калет радостно обслуживала Джанет. Та пришла за сувенирами для сестры. Они обсуждали, что можно купить для Бонни. Как вдруг послышались шаги. Да это же... Калет, увидев, кто идет, улыбнулась и, подняв руку, поприветствовала идущего. Звук шагов становился громче. И вдруг они прекратились. Калет сказала, что очень скучала по нему. Это что? Эдгар? Боже мой, я сейчас расплачусь. Это же всеми любимый Эдгар. Он смог стать прежним. Оказывается, когда Примас оторвал его шупальца, вместо задуманной мести он очень помог ему. И еще Байрон своими изделиями смог до конца вылететь парня. После чего Калет сама сшила ему его родную и всеми знакомую одежду. Ведь именно в нем Калет когда-то влюбилась в Эдгара. Глаза девушки горели. Она уже давно забыла, что такое счастье. А сейчас она была самой счастливой девушкой на свете. Неужели все стало на свои места? Их любовь прошла через все преграды. Слава Богу! Любите друг друга. Если ваша любовь настоящая, то ничто и никто не разделит вас. Будьте любимы. Я люблю тебя, Калет. Прости меня за все.